Добрый вечер! Меня зовут Светлана Анатольевна Бурлак. Я не математик, я лингвист, и рассказать я вам хочу о лингвистической олимпиаде. Вот уже 45-й раз в этом году, в этом учебном году, будет проводиться московская традиционная открытая олимпиада по языкознанию и математике. Ну, она, название каждый раз немножко меняет, но все равно это лингвистическая олимпиада. И там предмета такого лингвистики в школе нет, поэтому вот я как раз сегодня и хочу вам рассказать об этих задачах. Если вам понравится, то регистрация на олимпиаду уже открыта, и подробности про это можно узнать на сайте Lingling. Что такое сначала, наверное, лингвистика? Лингвистика – это наука о человеческом языке вообще и об отдельных языках в частности, о том, как они устроены. Это не то, что знание многих языков или преподавание многих языков. Это именно наука о том, как они устроены. Но точно так же, как биология, это не наука о том, как разводить кроликов или хомячков или попугая, а наука о том, как вообще жизнь устроена, как вот эти самые кролики, хомячки и попугаи живут и здравствуют. Лингвистика имеет довольно недавнюю историю, в нашей стране даже совсем недавнюю. И вот современная, современная вот эта вот лингвистика, несколько противопоставляющая себя более старому и более традиционному языкознанию, появилась у нас более или менее в середине прошлого века, когда большие успехи в лингвистике были достигнуты на Западе. Когда у нас товарищ Талин сказал, что лингвистикой можно заниматься не только тем идиотским способом, который придумал академик Марр, но и все-таки по-человечески нормально. Когда появились электронно-вычислительные машины, самые первые, большие-большие, размером в спортзал, но на них уже кто-то попробовал сделать машинный перевод. И думали, что вот еще немножко и будет нам машинный перевод. Но только единственное, надо познать, как язык устроен. А то, когда переводишь прямо вот так слово за словом, то получается глупо. Вот по-русски мы спрашиваем, как тебя зовут. Если мы это переведем по-английски слово за словом, то получим how you may call. Это будет совсем не по-английски, правда же? Потому что языки устроены по-разному. В том числе даже самые такие вот простые вопросы, оказывается, тоже устроены по-разному. И люди занялись тем, как языки устроены. И занялись тем, чтобы описать это максимально строго, максимально формально. Чтобы можно было даже машину научить пользоваться этими самыми языками, обращаться с этими языками. Но надежды на машинный перевод как-то так до сих пор и не оправдались. Потому что языки оказались настолько сложными, что пока машина не научилась обрабатывать их и переводить не так вот тупо слово за словом, а так, чтобы получался нормальный текст на нормальном языке. Но вот эта идея, что язык можно описать строго, что язык можно описать точно, что можно доказать математически, строго и четко доказать, почему ты так думаешь. Почему ты думаешь, что этот язык в этом пункте устроен так. Вот эта идея, она осталась. И она помогает нам, лингвистам, делать грамматики самых разных языков. У нас, например, на Кавказе целый кладезь языков. Вот, несколько десятков прямо самых разных. В Сибири много языков, ну, правда, на Кавказе там все говорят, даже дети, а в Сибири языки исчезающие, поэтому их надо записывать, пока последние бабушки и дедушки еще живы. То есть, вот буквально, приехал человек, там двое носителей языка, вот он их стал записывать, записывал, записывал, уехал, потом подумал, эх, надо бы вернуться, еще кое-что спросить. Приезжает, а там уже на одну бабушку меньше. И поэтому, поскольку языки в мире стремительно вымирают, и надо успеть их описать, во-первых. Во-вторых, поскольку коммуникационные технологии стремительно развиваются, и нам очень хочется, чтобы компьютер понимал нас вот так, как люди понимают, с полуслова. Вот говоришь своему знакомому, он себя сразу понимает. А пишешь в поисковике, и поисковик выдает какую-то удивительную чушь. Вот хочется, чтобы поисковик нас понимал так же, как наши друзья нас понимают. И про это тоже думают лингвисты. Наши выпускники лингвистики, и наши лингвистики в МГУ, и лингвистики в РГГУ, и сейчас еще прибавилась высшая школа экономики, там тоже есть лингвистика, и тоже она достаточно сильная и хорошая, можно идти туда, так что теперь три места, куда можно поступать. Наших лингвистов забирает фирма Абби, забирает фирма Яндекс, и они там оказываются очень нужны и полезны. Для того, чтобы проверять тексты, есть там ошибка или нет, распознавать тексты при сканировании. Файн-ридер, слышали такую программу? Вот кто слышал? В ее разработке тоже принимали участие лингвисты. Чтобы поисковик нас хорошо понимал, искал то, что мы хотели, а не что-то там, что он сам придумал. Для всего этого нужны лингвисты. Поэтому лингвистов нужно много. Поэтому нам очень хочется, чтобы самые умные ребята, которым интересно понимать, как устроен человеческий язык, приходили бы к нам в лингвистику. Что они будут делать потом? Это они потом разберутся. Кто-то пойдет в науку, будет описывать, как языки устроены. Кто-то, может быть, будет читать древние тексты. Там еще очень-очень много непрочитанного, и тоже без лингвиста не обойтись. Кто-то пойдет работать в Абби и сделает файн-ридер еще лучше. Кто-то пойдет работать в Яндекс, и у нас будет самый лучший в мире поисковик. А кто-то, может быть, даже сделает программу машинного перевода. Это вы разберетесь сами. Наши выпускники работают очень много где, и везде это самые лучшие. Потому что наши выпускники, воспитанные в том числе на таких вот лингвистических задачах, они привыкли воспринимать стоящую перед ними проблему как задачу. Вот дано это. Что надо сделать, чтобы эту задачу решить? Дальше они ее решают. Отделение наше появилось в 60... Сейчас, в 60-м году появилось отделение. В 65-м году была первая лингвистическая олимпиада. Но потом там были сложные годы и был перерыв. Поэтому сейчас олимпиада, которая будет в этом году, она 45-я юбилейная. И, соответственно, всех вас, кто заинтересуется, кому будет это интересно, я туда предложаю. А сегодня мы с вами познакомимся с задачками, такими, какие бывают на лингвистической олимпиаде. Продолжение следует...